В последнее время на дорогах Волгодонска да и всей Ростовской области значительно увеличилось количество ДТП. Автомобили становятся угрозой жизни и здоровья не только для их владельцев, но и для пешеходов. Какие же обстоятельства способствуют росту печальной статистики, выясняла Анастасия Дубас. Все больше и больше совсем молодых людей гибнет на дорогах. Вспомнить хотя бы недавние события. Страшная авария на Прибрежной унесла жизни двух человек, а в станице Романовской под колеса грузовика угодил подросток. Госавтоинспекция подводит печальные итоги за прошедшие 9 месяцев 2011 года и подчеркивает, что количество серьезных ДТП выросло в разы. Мы, к сожалению, на сегодняшний день вынуждены констатировать за 10 месяцев, за 9 месяцев, за отчетный период, у нас число пострадавших в автодорожных происшествиях, в частности погибших, на рост составил на 250%. Если в прошлом это было 4 человека погибших, то в этом 14 уже составляет. С чем связан рост аварии, неопытность водителей, вождение бесправ или в алкогольном опьянении, превышение скоростного режима? Такие нарушения, по мнению ГАИ, являются наиболее частыми. Впрочем, психиатры уверены, что рост числа ДТП связан в первую очередь с ростом количества автомобилей. Современная жизнь несется вперед со стремительной скоростью. И люди тоже не хотят стоять на одном месте. Пытаясь угнаться за действительностью, они все больше подвергаются стрессу. Люди озлобились, люди перестали друг друга пропускать, на дороге идет сплошной мат, люди злые. Вот что-то не так произошло на работе, нас обругали на улице, мы что-то не то не успели купить, мало денег, любая проблема, женой поругался. И следующий шаг – это автомобиль. Как ни прискорбно, но вежливости на дорогах становится все меньше. Каждый хочет быть первым. Настоящие ралли на магистралях Волгодонска уже не редкость. Уровень вежливости волгодонских водителей мы решили определить сами. Сейчас мы попытаемся пересечь нерегулируемый пешеходный переход. Посмотрим, сколько же препятствий, видя не уступивших дорогу автомобилей, окажется на моем пути. Дорогу пешеходам уступают неохотно, чего уж говорить о толерантности между водителями. Ведут на дорогах, подсекают, подрезают машины. Превышение скорости большое, даже по городу свыше 100 километров. По сравнению с предыдущими годами безобразие творится в данный момент на дороге. Безопасность на дороге зависит еще и от того, кто находится за рулем. По мнению Константина Галкина, в экстремальной ситуации, когда нужно принять единственное правильное решение в доле секунды, мужчина сориентируется гораздо быстрее и лучше, чем женщина. Однако дама за рулем ведет себя гораздо аккуратнее и куда более спокойнее. Все больше женщин садится за руль. Женщины за рулем ведут себя намного аккуратнее, чем мужчины, потому что они ценят автомобили, которые они купили, и понимают, что если они сейчас автомобиль разобьют, то другой им купить будет довольно трудно. Мужчины зачастую об этом не задумываются. О причинах роста печальной статистики рассуждать можно много. Главное, чтобы эти призывы рассуждения возымели результат. Анастасия Дубас, Евгений Иванков, Новости ВТВ.